Казалось бы, можно другими вещами заняться, а вы решили все-таки восточными танцами заниматься. Почему вы выбрали ансамбль «Амрита»? У меня здесь ребенок занимается в младшей группе, и, соответственно, решила пойти и я. Дабы, чтобы время не терять зря, нужно себя тоже поддерживать в форме, и мне очень нравится танцевать. Что вы умеете? Умеем восточные танцы, танцевать, танцевать с живота. А почему не пошли в другое место? Здесь же тоже другие коллективы есть. Ну, вы знаете, я ходила в разные места, и в фитнес, и в тренажерку, но мне больше по душе танцы. Я с детства танцую, поэтому как бы, ну, даже возврат в детство какой-то может быть, но мне очень нравится. А что бы вы хотели пожелать коллективу «Амрита», которому сейчас скоро исполняется 10 лет? Процветание, благополучие и только успехов. Мы танцуем восточные танцы. Это очень полезно для организма, и, конечно же, физическая нагрузка, которая необходима, так, в нашем обществе. Поэтому мы сюда ходим, нам очень нравится. А если будете выступать, тоже сможете? Конечно, будем выступать. Дополнительная эмоциональная нагрузка. Это очень хорошо, интересно, почему бы не попробовать себе. А как вы можете поздравить коллектив восточного танца «Амрита»? С днём рождения, Амрита! Что для вас танцы? Ну, танцы – это моя жизнь. А для тебя? Танцы – это моя семья. А для тебя? Ну, танцы – это то, чему я посвящаю свое свободное время. А классно это вообще заниматься в танцах? Ну-ка, расскажите нам. Ну, я только начала заниматься, но мне нравится. Ну, это те танцы, где мы импровизируем в красивых костюмах, под красивую музыку. С днём рождения, Амрита! Для чего вы сюда пришли? Чтобы получать удовольствие от танцев и развиваться. Каким образом идет развитие? Что такое? Ну, во-первых, это улучшение здоровья, улучшение фигуры, развивается женское какое-то мастерство. Если вы выступаете вместе с коллективом и получаете первые места, какое у вас впечатление, вот у вас лично? Ну, это, естественно, радость, это интерес к тому, что ты делаешь, любовь к тому, что ты делаешь, гордость за свой коллектив, за своих друзей. Это эмоции. Хорошо. А у вас, допустим, молодой человек смотрит, что вы занимаетесь. И что вам говорит? Ну, ему это очень нравится. Он счастлив, что я этим занимаюсь. Вы очень давно этим делом занимаетесь, с 10 лет уже здесь. Я понимаю, что полностью выросли вместе с коллективом. Вообще, как бы вот, наверняка вы после такой моей жены, которая чуть раньше занимается. Вы должны понять, что такое коллектив. К чему все это? Для меня коллектив это, прежде всего, большая дружная семья. Девчонок я очень люблю, девчонки любят меня. Да не только мы. Мы все любим свету, мы все любим наших руководителей. Наверное, я просто очень горе желанием сказать о том, что мы с девчонками очень дружим. И на всех выступлениях мы друг друга всячески поддерживаем. Будь то проигрыш, будь то победа. Если это победа, то, естественно, мы радуемся друг за друга. Если это проигрыш, то, конечно же, всячески утешаем. Ведь без побед не бывает и проигрыша, и точно так же и наоборот. Поэтому мы как-то одна большая дружная семья. В завершение попросил бы вас поздравить все-таки свой коллектив. Если это вы сделаете быстро, то почему бы и нет? Поздравляем!